ребят всем привет из калининграда я здесь уже нахожусь 9 дней я сюда приехал за польской рабочей визой посмотрите что мы тут делали кем работали чем занимались куда ездили ну и в конце узнаете одобрили ли мне визу польскую или нет всем приятного просмотра ну вот наш дал настал тут долгожданный день и я его сильно ждал и и и не ждал потому что двоякое такое чувство впечатление чувство улетаю калининград сдаю документы на польскую рабочую визу а потом польшу если все нормально единственная подписчица кто пришло мне пришло пришла мне проводить проводить это надюха спасибо тебе огромное андрей жигулин тебе отдельный привет как обычно ты все и лечу сейчас на калининград компания utr багаж у меня не знаю есть тут 20 килограмм или больше надеюсь что меньше 20 а то не пропустят меня увидимся уже в калининграде ребят ну что спустя 6 часов пересадка через москву я в аэропорту храброго города калининграда меня здесь не было примерно шесть месяцев жду демасика сейчас должен приехать и отвезти меня в номер забронировал я еще будучи в краснодаре гостевой дом 800 рублей час будет стоить фу час 800 рублей сутки будет стоить 500 рублей предоплату внес в сентябре кстати тут холоднее было сейчас прям жара по 30 градусов как в краснодаре и в москве жарке здесь указывал такси на дубровку здорово привет отречуя 20 килограмм шмот так я не сюда я что да это самый привез и вот это уже заселился давно просто сейчас пришлось гуляк с димасиком с машей гуляли пиво пили покажу вам сейчас номер который снимаю за 8 за 800 рублей в сутки вот такой небольшой номерок телевизором с чайником посуда есть кресло такая кровать вот так вот все это выглядит ну так вот ребята здесь душ и унитаз все я спать завтра утром сдавать ехать к 11 9 часам в агентство которым я делаю документы к 11 записан в посольство так что увидимся вот еще тут два номера это ванная воде холодильник такой с таким видом здесь столик стоит мансардочка и на третьем этаже живу покажу опасно я пока не ходить опасно второй этаж доска тут чуть посолидней будет видимо хозяева здесь мы разбываемся идем на улицу вот такая территория небольшая но такая уютненькая выходим за забора я должен димка приехать за мной так фасад выглядит без 10 11 мы стоим у за визово центра вся очередь стоит я уже сдал документы сегодня посольство сегодня понедельник сказали что документы будут даже наверно концу недели будут готовы если все нормально сейчас мы с димоном приехали в таксопарк я зарегистрировался как безработный зарегистрировался в такси от 40 до 44 процентов мои от сделанных заказов вот и димасик мне уже заждался коллега коллега привет все зарегистрировался как безработный все прошел тест на комфорт все дела среду да ну короче чё все сейчас мы едем поедим а потом нара на море пойдем покушу димасик меня уже проклял блять думает нахуй им предложил ехать в эту польшу блять уже не рад что со мной связался фантастический фантастик долбоеб и как вы поняли что мы идем в лес вот сюда поселке орловка я ехал блять на море если что-то найду покажу если не пойду не на ничего не найдем дальше наша локация будет море ребят у нас хватило всего минут на 15 потому что комары просто заебают для это просто нереально что-то за эти 15 минут я нашел пуговицу ребят клеймо надо будет прочитать там что-то написано не пойму что написано но это немецкая скителя малиновки заслыша голоса про это место песня звучат звучит смотрите приехали малиновка шона балтийском побережье вот какое качество здесь парковок сколько машин асфальта нет ни хера нет пыли столбом я не знаю сколько нам еще до моря идти но на всю дорогу что мы будем идти на море все будет заставлено машинами детс по-другому я не могу сказать дадим вот еще одна местная достопримечательность это не девочки симпатичного смотрите какие мусорки тут не выносятся вообще годами это вам конечно не дюны джем это но тем не менее а вот она и балтика ребята сейчас дядя слава будет купаться балтики первого только ноги мочила сейчас искупаюсь полюбас смотрите сколько народ это просто пипец это жесть какая-то ни хера себе ледяная а ты давай нырять искал хочешь нырять сейчас попробуем ребят ну да что-то это хочу еще это такое желтое плавать такое водоросля что и эти ноги в песке опа и уходят завязывают завязываются увязать и смотрите сколько идти 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 мелко 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 ребят моя за нырнул без камеры скажу так быстро занырнуть охладиться и выйти да но не плавать и плавать холодная вода вот так вот охладиться на земном на минутку по кайфу сегодня третий день пребывания в калининграде сегодня вторник завтра в среду выходим с димасиком на работу делать еще пока нечего в первый час дня уже на час дня сейчас поедем еще куда-нибудь покопаем а не таки может потом на море связи не знаю димон уже не рад что меня позвал вообще в принципе в частности чтобы я приехал с металлоискательным ребят смотрите хуй нас принес куда-то блять просто пиздец аккуратненько достаем пойдем сейчас по этому лесу погуляем вот копали сейчас по этому полю там где нет пшеницы есть про проплешины только папышовые гильзы ну патрон или гильзы ребята нам не не имется мы поели сегодня димасик подстригся и решили вернуться через два часа опять сюда на поля походили по одному полю я сейчас покажу что нашел вот 5 3x фенингов цинковые они убиты плохо видно но видно там это орел со свастикой и какой-то замочек на диман говорит димасе говорит что это конинка конина сейчас покажу такая прикольная ребята всем привет доброе утро смотрите как вы прикосаны побритый доброе утро помытый постриженный ну что коллеги таксисты мы едем на работу первый день сегодня среда сегодня по ним поработаем короче сейчас покажу какую машину мне дали но особо снимать не буду на в такси в конце смены покажу сколько я заработал за 12 часовой рабочий день ребят но вот такой мне машину дали смотрите киа желтенькая но 23 регион 75 региона 23 как к символично такая машинка хорошая такая на автоматике с подлокотником прикольная прохожу фотоконтроль пока выйдешь на линию лидзе заебешься фотка нахожусь недалеко от аэропорта храброво большой ма болте амол называется я помимо таксиста еще дурачок подписался шеющий курьер вот такую херню дюбельновскую дали отвезти кому-то тяжело еле допер пипец скоро обед уже почти 12 часов еще никогда даже не то что поесть попить даже некогда остановиться как пить дать ой блять все едем дальше ребята я в шоке пришла пора заправлять машину это хуй поехал без очереди смотрите какая очередь на заправку на аль он разворачивается на этот сам метановская заправка на бинда на метане все машины из здесь очередь сумасшедшая это сейчас простою очереди все и можно заканчивать работу хотя еще можем два часа принципе работать я в шоке никогда метаном не заправлялся только на пропании за на свои десятки даже не знаю как это делается куда не вижу что кто-то капот открыл кто-то багажник я даже не в курсе куда у меня машине что открывать надо чтобы заправиться подписался блять иметь ребята раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 машин впереди но это еще не все там еще машин 15 передо мной просто пипец какой-то не вас горящий всего две заправки метановые калининграде ребят но вот подведу итоги сегодняшнего рабочего дня еду сейчас уже ползу седьмого надо 700 взять машину еду а ее еще надо успеть помыть пробки в калининграде не хуже чем краснодаре короче заработал сегодня ну точнее заказа на 4 100 комиссия индекса 714 рублей комиссия парка 202 рубля пробег 132 рубля баланс и так понимаю на карту мне упадет 1000 рублей помимо того мне было наличными еще девятьсот пятьдесят рублей я я за них там еще заправился на 320 короче 2000 за сегодня заработать на спина это я рассчитывал на свою честь то что я на полтора часа позже выехал то есть не в семь часов я выехал пока метам оформили пока то все пока я прошел все проверки на полдевятого только выехал то еще я встрял на курьерский заказ который пока там забрал пока довез пока дождался клиента он там минут через двадцать-тридцать только приехал то есть потерял еще где-то час на на курьерском заказе там триста чем-то руб почти 400 рублей конечно упал внутренне тем не менее ты час потерял на заправке где-то работал часов девять чистого времени и мастика машина стоит а вы еще нет моется где-то никак не намоется короче я наверно завтра послезавтра еще буду работать снимать ничего не буду потом просто завтра получается четверг пятница в пятницу подведу итоги сколько я заработал за два оставшиеся дня или даже за за три вместе с этим днем скажу сколько за три дня можно заработать такси может завтра чуть получше бы потому что все немножко еще привыкал там все чего ребятки пятница начало 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 восьмого начало седьмого блять чем я с голосом них вы не пойму пришла пришло время собирать лица камни вещи будем переезжать другое место короче и два дня я отработал в такси за первый день не могу сказать сколько точно был заработал 1700 пришло пришли деньги на карту мне вчера вчера я вроде как лучше поработал посмотрим сколько заработал за вчерашний день сегодня хочу выйти на работу в пятницу хотя я выбрал график 2 2 хочу пятницу поработать вчера написал об этом предупредил сказали ну по факту приходи будет машина поработаешь не будет поработаешь на как у меня стоит график и следующий день это на воскресенье мне выходить на работу так сейчас собираем вещички сейчас димасик за мной заедет поедем на работу выйду ночью поработаю не выйду значит я скорее всего его жену машу отвезу на один киной машины отвезу вот этот светлогорском или зеленоградск они на море и короче есть чай есть чайник есть вода к чая ничего нет к сожалению все таки дали мне сегодня машину вот такую беленькую сегодня на этот раз 483 подмосковные номера за час работы сделал уже два заказа на третий приехал такой салончик здесь черненький прикольный это мне кажется это мне машина больше нравится чем-то выполнил я третий заказ пара 10 часов утра думаю надо чуть-чуть перекусить остановиться южный парк такое красивое зеленое место я машинка мне вот это больше нравится беленькая чем-то желтая я сейчас ребят херню скажу походу меня кто-то укусил димас может я не знаю но мне начинает нравится эта работа пиздец блять не знаю как она мне ну работа такая сиди вроде рули ничего не делай ну как ничего не делать неправильно говорю делай но своеобразная работа ну для поддержания штанов пойдет тем более в моем сейчас положении сейчас перекусим чуть-чуть и поедем дальше работать интересно тут есть поддона то я что-то зацепился слава богу есть объезжал люк между колес а люк оказался высокий блять и черпанул ударился ну хорошо там защита есть обед таксиста чек курочка 119 рублей пирешечка 32 рубля кока-колка там 35 рублей святой сочник а вилки тут еще дали короче на 230 рублей набрал еды он машинку поставил чувствую нужно сделать небольшой перед их уже полпятого в принципе осталось работать можно сказать полтора часа я по моему по заказам сегодня норму уже сделал как норму рекорд наверно побил и сейчас побьют около 20 уже сделал заказов сейчас минут пять-десять посижу возле верхнего озера здесь остановился знаменитого девочку привез сейчас на вождение там возле димасика как раз база там где все учеников берут учитель сам инструктора привез на вождение думаю почему бы и не посидеть где-нибудь на верхнем озере красота смотрите катаются на этих катамаранах ребят смотрите после долгого 12 часов дня рабочего 2 литрушку с одного залпа уже пол лидов половина выпил как же он это ждал цел целые сутки бедняжка подтвердил все мы скупились приехали еще сейчас будем будем неделю работали на неделю 3 я три дня считаю неделю подготовка подготовка вячеслав это нормальное явление он всегда что-нибудь ищет и проебывает утро сегодня утро долбоеблить я точу блять а я он пиво пью на работу так ну что шестой день пребывания в калининграде сегодня суббота у меня состоялась уже первая пастерушка сейчас поедем поедим где-нибудь поедим наверное был вариант он раньше существует на коп поехать к чему я больше склоняюсь либо поехать зеленоград и сейчас маша с миша и отдыхают димка хочет покупаться там правда волна говорит вода теплая не знаю посмотрим я на купаться не буду может быть по пляжу похожу я как хозяюшка что хотел сказать заболела походу приболел надеюсь что это не корона бро блин под кондиционером просто слышно слышите голос какой мне хриплый кашляю чихаю ну что вячеслав асанта смотри как снимаешь сегодня буду принимать ваш урок вождение влить экзамен экзамен на сегодня экзамен звучи к сняли 1 передача и поехали тронулся уверенно тронулся за уверенно блять ну еще банку сюда положил ручник до конца не снимается блять ебаный вродли все не сдали это подстава не знали влезь куда ехать право-лево направо все бы я обещу пусть я включил блять уже не знали вячеслав чтобы знать как он включается да все включай дай сдал сдал всех ребята знаете кто такие пидорасы это вот они чего я дам основе лучше я за рулем а ты этот пьедный уже ведь целый с утра блять я блять терплю тебя с воскресенье я блять но он красивый делали пирогли бухаллы простите мне сударь согласно сегодня вам придется потерпеть но мы пока по шурпе а вот и второе подъехала небольшой такой шампурик баранина да ой вкусно может тут раз пробовали очень вкусно всем приятного аппетита такая чтобы стоить двадцатку нет даже едем ребят едем едем на море едем едем скоро будем до слов как как яйца нас тест информация важная интересная блять учишь меня снимать сам лет научить снимать а потом учили людей вы это куда снимаешь на охота окно снимаешь ты меня снимай его ребята представляю вашему вниманию город зеленоградск людей черный флаг висит то есть купаться запрещено смотрите ветер с моря идет но говорят вода 24 градуса то есть ветер прогретая вода которая сверху вся сдувается сюда и тут то есть говорят вода теплая но волнишка но волнишка конечно не такой уж и большая как мы видели недавно в анапе ну вот такой вот два дебила пьяных стоят на дерево девушка стоит на зал теперь переживает больше чем за дерево представляю вашему вниманию вячеслав вдруг детства димкин мы его с собой взяли иду холл они спрашивают как погода говорю холодно ветер с моря дует холодно а говорят для краснодарца это холодно для нас для калининградцев это жара жаришка ребят 22 23 градуса вода 24 воде теплее чем на суше супер супер ребята окунуть ноги зеленоградские воду сделано ну и он нахуй какая она нахуй тёп не ну хотя хотя вроде теплая но я манал волны эти люди купаются им нравится а сейчас мы увидим репортаж из автомобиля который движется в сторону калининграда за рулём праздник вывез справа пилот мало что он мангел и вас я ты я не в жопу нужно знать не про ворони с нами попутчатся прекрасно со своей дочкой который уже тоже спит и устала накупалась в волна ну я ваш бессменный оператор тезка на такси домой не дай бог такой клиент попадется ребят неделя как я уже в ленинграде ровно сегодня воскресенье у нас утро точнее 100 начинается не с кофе день молодежи сегодня сегодня в клин сегодня в день молодежи к ленинграде ничего не продается вот такой только баре можно попить выпить пивка а я не пью я за рулем приехали в какую-то деревеньку где у димащика дом будет когда-то сейчас походим с металлоискателем самков показывать не буду на то что найдем если найдем дай бог тогда то покажу мажорики приехали на коп 1 вот так одет а другой вот так одет копыри ребят мы приехали поселок ушакова тут уже и нахуй ребят мы поселке ушакова это уже 20 километрах от границы с польшей то есть мы тут разведывательная такой дорожку пробили надеюсь на следующей неделе я уже по ней по этой дороге поеду уже переходить границу а пока мы приехали сереге о сереге кто на стримах видят человека пишет ой серега это вот он мы сейчас не пойдем покопаем здесь монет надеюсь что найдем там где мы были в лесу ничего не нашли видишь поворот на там вот далековато будет просто пешком вот там в углу дороге сходились то есть дорога шла вот здесь вдоль дорога кто-то ездил или ходила дорога ездили ходили вот там вот она шла и там была развилка ребят смотрите какая красота лес вокруг поля огромное вы сами слышали все что тут две дороги старинные шли немецкие вообще кайф покосили прям как для нас поля вчера серега тут был нашел два фенинга 1870 какого-то по моему года но она ничего не стоит до серы все короче куб показывать не буду да и а то что уже в конце накопаем если накопаем все покажу с этим трезвым человеком нормально не покопаешь для заебет блять мертвого на мысли кора мысли вот серега нашел какую-то пуговицу по по серебрёную не знаю насколько она становится неа нету на на нет ни хуя на мысли 10 финингов 24 года это серега нашел туда хуй так а вот что я нашел в часы омакс написано остановились без вести без 22 по у нас то есть и 5 финиш фиников фенингов тоже с колоском год 1920 какая какой непонятно буква а стоит такая две находки я бы еще пока полу вот так у нас сегодня день закончился главный копать не может попасть в мощную скважину еще и проебал тапки свои на мои ходит где-то на копе папа потерял ребята ну что сегодня у нас понедельник как и ожидалось пришла виза сейчас вам ее покажу вот в паспорте пришла виза и 29 сегодня на 7 лет он вот он паспорт ну короче не знаю почему тут вот он паспорт ну и короче отказ ребят отказали визе есть вариант подать апелляцию но это еще плюс 80 евро надо заплатить за апелляция приехал свою старую гостиницу которую вы видели в начале видео утром созвонился с хозяйкой договорился что приеду забронировал за собой номер что приеду хотя сказал что в течение дня приеду блять и привезу предоплату но приехал после рабочего дня димасик не привез они сказали мы заселили другого человека пиздец я сейчас сижу вечер блять жить негде вокзале выбираем вас два северный и южный где теплее на южном короче ребята бомжуем все я я я лечу на раз завтра домой потому что столько денег у меня нет чтобы заплатить задолго за как все просят то есть посудочно никто не хочет брать деньги я думаю что 80 евро платить за апелляцию одобрят и не одобрят это еще 50-50 как говорится сидеть тут короче три недели что-то не очень хочется поэтому полечу я домой и наверно буду продолжать катать учеников и наверно в такси где устроить тоже мне принципе в такси понравилось короче как то так а сегодня ночью димона все ребята я сейчас улетаю вот я сегодня на такой машинке чуть-чуть покатался ребят такси рик кто будет калининграде и кому нечем будет заняться обращайтесь генерал узерова 19 адрес приходите советую нормальные машины на нормальной тачки нормальные пацаны тут работают я пошел сдавать машину дима у меня сейчас повезет в аэропорт сегодня заработал где-то 1000 рублей за четыре часа наличными а я в аэропорту храброво димасик меня привез вот он мочил чемодан пить путь там не еще ноутбук надо не забыть и вот эту еще блять ребята я дома не выспался ни хера было очень холодно не взял кофту с собой не не подумал что надо буду ночью сидеть в аэропорту замерз как сука блять не выспался сейчас вот спас полетел спал вроде как попытался спать короче краткая краткий итог моего путешествия в калининград за визой отказали неожиданно я рассчитывал конечно что визу дадут и дараться блять когда я с ними общался они сказали что у нас отказов нет у нас отказов нет в этой фирме а потом когда пришел от кассинки ну да уже две недели половина отказывают половина разрешают там типа это самое за коронавируса блять дараса блять проебал денег блять а визу хер получил спасибо димасику если бы не он я в еще больше денег потратил там я жил у него где-то 3 200 я где-то сэкономил как минимум так что такая хуйня душу будем делать выводы стоит вообще ехать в эту европу может и стоит уже когда все рассосется все-все-все привьются это ёбаная пандемия закончится может быть под тогда не знаю точь все ребят спасибо за просмотр поставьте большие пальцы вверх за старание все видео понравилось напишите комментарий чтобы по этому поводу вообще все думаете все я пошел спать всем пока а